Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Люблю свою профессию, она предлагает постоянное изучение новой информации, но мне это скучно. Место повышения квалификации, которым выбираю удовольствие покупать, поспать, разбивать дня в выходные кафе, кино, художественную литературу. При этом физически не уставшая, соответственно, не растет профессионализм, это какой-то страх, нечаят или что. Как проработать, если квалификацию не повышать, я стану неконкурентной способностью. Ну, здесь, вообще говоря, кроется такой нюанс, что как бы вы квалификацию свою не повышали, нет как бы этому предела, да, повышением квалификации, в принципе, и, соответственно, это слабо довольно коррелирует с тем, что вы, ну, можете стать неконкурентной способностью. Вот, потому что всегда может найти, всегда может найти кто-то, кто, вот, кто-то, что-то делает лучше, эффективнее, там, профессионально и так далее. Мне кажется, что вам неинтересно, скажем так, изучать вот эту самую новую информацию. То есть, вы понимаете, что делаете это для того, чтобы быть конкурентоспособной, например, вы это понимаете. Вот, но этого мало, то есть, вас это не мотивирует, и это, вот, нормально. То, что, ну, то есть, вас это не мотивирует, это нормально, потому что, ну, для мотивации это, этого недостаточно для мотивации. Вот, то есть, как бы, знаете, кто-то получает азарт от такой вот, знаете, постоянной конкурентной борьбы. А кто-то нет, вот, кому-то это нравится, кому-то нет, да, то есть, ну, люди разные бывают по своей сути. И вот вам, судя по всему, именно вот конкретно конкурентная борьба, да, она, ну, вот, неинтересна, не слишком интересна. А информация, которую вы получаете, и на обработку получения которой, естественно, нужны силы, нужны усилия, да? Ну, вам, судя по тому, что я могу видеть, мне интересно тоже. Вот, то есть, вас это вот тоже как-то вот, не сказать, чтобы очень сильно привлекало, да, и мотивировало. Вот, значит, соответственно, вы можете просто придумывать себе новые цели, можете просто придумывать себе новые, ну, новые мотиваторы, скажем так. Вот, как вариант, можете придумывать какие-то мотиваторы себе, новые. Можете вы искать интерес в том, ну, вот, в том, что делаете. Вот, то есть, вы можете пытаться найти интерес какой-то. В том, чем вы занимаетесь, ну, грубо говоря. Вот, это можно сделать. Можно это, ну, провернуть. А можно ещё, ну, помимо этого, да, помимо, ещё можно признать просто, ну, просто признать можно, что вы, ну, как бы, достигли какого-то уровня в этой профессии. И, соответственно, вам хочется идти дальше. Вам хочется идти дальше, вам хочется как-то вот, ну, двигаться куда-то. Да. То есть, вы, вот, ну, дросли, скажем так, вы дросли, скажем так, да, до того, чтобы смотреть куда-то дальше. То есть, чтобы, ну, как-то развиваться. Ну, куда-то ещё, в какую-то, в какую-то другую, вот, сторону. То есть, согласитесь, ну, это вот, он тоже вполне себе вариант. Такой, скажем так, ну, скажем так, ну, вектор. Вектор. Ну, вектор развития. Вот. То есть, как бы, к этому можно, ну, по-разному относиться, да, то есть, можно не признать этого, да, можно просто хотя бы бороться. То есть, ну, вот, на данный момент выглядит всё так, что вы идёте просто против своей природы. Как-то. То есть, вы идёте против, вот, вот, своих внутренних изменений, которые у вас, ну, вот, в данный момент произошли. Вот. То есть, вы себя просто, себя, вот, просто спросите сами, да, вот. Мне, грубо говоря, не интересно, мне не интересно, вот, ну, делать то, что я делаю, да, мне не интересно, там, изучать новую информацию. Почему? Что такого, вот, в этой информации есть для меня, что меня не привлекают. Вот. Ну, что-то, что-то наверняка есть. Что-то наверняка вы найдёте, я думаю. И, соответственно, уже, как-то вот исходя из этого, да, я думаю, исходя из этого, можно будет о чём-то говорить. Сейчас это выглядит максимально так, что, вот, вы говорите, нужно, значит, нужно собираться себя заставить, вот. Нужно, нужно, значит, как-то вот себя снова скрутить, ну, скрутить в бараний рог, да. А, значит, чтобы я, ну, соответствовала, вот, той, той своей. Концепции, которую я придумал. Себя. Про себя. Вот. Ну, как бы, идея, идея заключается в том, что это, в общем-то, означает. Идти против своей природы. Вот. То, что вы, условно, ну, то, что вы предлагаете, и то, о чём идёт речь. Идти против своей природы. Вот. Идти против себя, то есть, вот, ну, в данном случае, кто вот себя ломает, и так да. Вот. А ломать себя можно. То есть, ну, если, если вам хочется, да, то понятно, что никто запретит, а запретить-то вам никто не может. Вот. Вот. Можно себя ломать. Но для этого нужна мотивация. Опять же. Знаете, какая штука. То есть, ломка себя, это, вот, особенно, ломка себя, это, вот, ну, через силу, да. Да. Вы, собственно, именно это предлагаете сделать сейчас. Вот. Вы предлагаете сейчас себя ломать, именно, вот, через силу. Это процесс. Вообще. Говора. Ну, вот, он непростой. Этот процесс. Вот. И, опять же, здесь мы упираемся, ну, в одно. В мотивации. Мы здесь упираемся в мотивации. Вот. И, пока. Вот. Вот. Мотивация. Беда. В этом смысле. То есть, я пока не понимаю, не понимаю, что мной движет. Вот. Вот. О, ничего не будет. Ну, пока вами движет какой-то, ну, страх, например, да. А, вами движет, значит, страх, перестать быть конкурентоспособным. Ну, это означает отрицание реальности. Потому что, рано или поздно, кто-то, вот, придет, да, там, ну, кто-то, кто-то. И вас, значит, с перестала, как-то, вот, подвинет, вот, просто подвинет. Вот. А, просто потому что, ну, как бы, вот, реальность такая. Вот. Просто потому что, ну, от этого никто не страхует. Соответственно, вы понимаете, что это рано или поздно произойдет. И, как бы, таким реалистичным, осуществимым мотиватором это быть не может. Сила бессмысленности. Вот. Ну, а решаете вы совсем другую, совсем другую проблему. К примеру. Через, через желание быть конкурентоспособным, например. Ну, вот, как-то так. Так что, разбираться нужно. Если говорить о том, как проработать, то на консультации, лично, вам, поговорив, вот, начав консультирование. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь.